У украинца за три часа украли все деньги с кредитки и повесили кредит, как работает схема. Украинцев снова предупредили о мошенниках, которые воруют деньги с банковских карт, блокируя сим-карту без ведома самой жертвы. О таком случае, который произошел совсем недавно с ним, рассказал житель Кривого Рога Константин Кукса в Facebook. Хочу вас предупредить предостеречь. Со мною произошла беда. 4 июля в 17 часов 51 минута пришла смс от Киевстера, что выполняется замена сим-карты и после этого мой номер был отключен полностью. За три часа времени, пока дозвонился до оператора, чтобы заблокировать сим и свои счета в банках, мошенники успели перевыпустить сим-карту, написал мужчина. За считанные часы мошенники повесили на мужчину онлайн кредит на 10 тысяч гривен сроком на 14 дней и сняли с его кредитной карточки 12 900 гривен. Подал заявление в полицию, киберполицию, национальный банк. На сегодняшний день от них никаких действий не предпринято, рассказал Константин и призвал всех привязывать свои сим-карты к паспорту в отделении мобильных операторов, так мошенники без вашего личного присутствия и оригинала паспорта удаленно не смогут перевыпустить симку. В комментариях к публикации украинцы пишут, что также становились жертвами подобных афер или слышали о них. У нас на работе так уже куча людей пострадали. И полиция бездействует. Даже не знаю, как так может быть. Эти онлайн кредиты нужно запрещать на законодательном уровне. Чула зацу схему. Спивчуваю вам. Нехай вам повернуться. Ваши кашти упов не мери, а зловместникам вони в поперек горлянок стонуть. Со мной такая же история произошла зимой. Хорошо, что все закончилось хорошо. Года три назад попало тоже в такую же историю. Интересно, что при замене сим-карты приходит сообщение с кодом, который клиент должен показать на телефоне оператору. Только после этого происходит замена. А если прошла замена без кода, значит мошенник знал ваш пак-код или номера, с которыми вы часто общались. Сам Константин и другие юзеры предполагают, что у мошенников есть свои люди в штатах мобильных операторов Украины. Напомним, ранее эксперты предупредили об опасных сообщениях от банка и объяснили, что нужно знать, чтобы не потерять деньги. Также мы писали о том, что мошенники в Украине придумали новую схему обмана, переводя на банковскую карточку своих жертв деньги по ошибке.